Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Откровенный разговор». С вами я, Гелла Васаза, и сегодня мой год – независимый журналист, медиаэксперт Карен Мадаян. Карен, наш земляк, родился и вырос в Двилиси, но вот уже более 15 лет живет в Киеве, в Украине вообще, и, я думаю, очень интересный будет взгляд из Киева. Приветствую, Карен. – Добрый день, спасибо за приглашение. – Карен, значит, вообще на Кавказе, ну и в Грузии особенно, какое-то есть сентиментальное отношение к Украине по разным причинам там. Я думаю, что это было еще с советских времен. В Украине тоже достаточно сентиментальное отношение к Кавказу, кстати. И вместе с тем у нас очень много общего, у нас очень много различий, и у каждой страны свои какие-то отношения с Украиной. И все-таки как в Украине воспринимают Кавказ вообще, как и Кавказов, как что-то свое или все-таки уже чужое? Все-таки уже что-то далекое? Ну, когда-то мы… чего-то между нами было, но теперь уже что-то там далеко. – Конечно, раньше мы были частью одного большого государства, но и говоря о том, скажем, сентиментальном отношении, да, конечно, оно здесь присутствует, но все-таки вот по моим наблюдениям из того, что вижу я за все время, которое я проживаю здесь, люди наконец-то, наверное, украинцы научились все-таки различать и видеть какую-то разницу между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Если раньше там Кавказ, в частности, Южный Кавказ, наверное, был чем-то одним таким большим общим, и никто, ну, скажем, мало кто вдавался вот в такие подробности, в какую-то разницу между армянами, грузинами, азербайджанцами, то сейчас, да, здесь появилось уже вот такое понимание, что все-таки это, несмотря на такой вот небольшой регион, все-таки, да, это разные народы, разные страны со своим, ну, со своей историей от наших взаимоотношений и со своей какой-то повесткой. И, в частности, ну, да, если говоря о Грузии, да, вот вчера буквально я смотрел твое интервью с Валерием Чалашвили, где он сказал вот об этой особой химии, которая вот за все эти годы именно вот была именно с Украиной. И тут я, пожалуй, соглашусь, и я думаю, что вот эта химия, она каким-то образом сохраняется, но все-таки, говоря не только о Грузии, но и, если говорить и об Армении, и Азербайджане, то есть очень сложно удерживать эту химию, если, скажем, нет какой-то конкретной повестки, общей повестки взаимовыгодной для обеих сторон. И здесь, конечно, говоря об Украине, здесь в данном случае всегда было так традиционно считалось, что между Тбилиси и Киевом всегда вот эти особые взаимоотношения. Я думаю, что все началось еще со времен Шеварнадзе, с начала 90-х. И вот, наверное, эти контакты с первым президентом Леонидом Кравчуком еще по партийной линии и далее. Эти же связи сохранились еще во время президентства Кучмы. Ну и дальше мы знаем уже вот такой, скажем, бархатный период, когда президентом стал Ющенко, и в Тбилиси, да, уже пришел к власти Саакашвили. Но, опять же, сложно строить взаимоотношения только на личностном факторе. И я думаю, что таким вот примером, опять же, прагматичных взаимоотношений может быть Азербайджан. Если посмотреть, насколько Баку усилил свои позиции в Киеве за последние буквально 2-3 года, то здесь видно, что вот насколько системно Баку понимали и делали это. То есть, насколько системно они здесь выстраивали свои отношения с Киевом. Это контакты не только по политической линии здесь. То есть, очень были активные контакты и по бизнесу. Мы знаем, что вот в Украине довольно серьезно работает, довольно серьезно работает азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар». Здесь же буквально недавно один из азербайджанских операторов приобрел контрольный пакет акций у компании «Водофон Украина». То есть, это вот тебе как примеры такие. Но, кроме того, я думаю, что вот, опять же, правильная политика Азербайджана, я раньше об этом тоже говорил, особенно в контексте последней войны в Карабахе, то есть, она именно проявилась вот в этот период, когда медийно они смогли выстроить в Украине, то есть, настолько, скажем, про бакинскую позицию, то есть, поддержку Азербайджана, то есть, это было сделано настолько правильно, что, знаешь, когда начались уже активные боевые действия, ну, я думаю, что и ты, как и я, читал и армянские СМИ, и блогосферу, то есть, в Ереване это вызывало, то есть, как минимум недоумение, как максимум просто непринятие, и, опять же, да, всяческие попытки обвинить в Украину в том, что они там дали глип под Азербайджан и так далее. Но, на самом деле, тут, опять же, да, то есть, говоря о совместной повестке, вот тут как раз-то и была совместная повестка. Азербайджан очень правильно вот сыграл именно вот на том, что здесь вопрос идет о восстановлении территориальной целостности. Мы знаем, что у Украины есть проблемы территориальной целостности, поэтому вот здесь они как бы, да, нашли точки соприкосновения, и, более того, в Баку очень правильно понимали, как нужно правильно работать с украинскими СМИ. И поэтому вот картинка, которая во время войны, да, вот здесь передавалась, она, конечно, передавалась в том контексте, что, да, Азербайджан в данном случае, да, ведет войну за восстановление территориальной целостности. А было, конечно, да, ну и, естественно, подавалось так, что Армения как союзник России, ну, дальше, да, то есть мы можем не вдаваться в подробности, но вот это как пример того, как правильно выстраивать вот эти партнерские отношения, когда ты работаешь и в политическом поле, и в деловом поле, и когда ты активно работаешь с медикой, допустим, чего не делала за последние годы Армения. То есть я не видел, скажем, в последнее время активной работы посольства, я не видел активной работы деловых кругов. Ну, в Ереване, да, к сожалению, больше привыкли, что по умолчанию, наверное, Армению и армянство должны воспринимать, наверное, в таком позитивном более ключе. Особенно, я думаю, что вот это идет со времен еще конца 80-х, начала 90-х, первой Карабахской войны, ведь мы помним, с чего все начиналось, да, то есть когда погромы в Сумгаите, и потом дальше уже вот события в Баку, которые вынудили армян просто уже покинуть Азербайджан. И тогда как бы считалось, что по умолчанию, правда, за армянской стороной, и все симпатии, конечно, да, большинство симпатий мы тогда помним и в СМИ, да, то есть они были, скажем, были в адрес армян. Но сейчас оно все поменялось, и, опять же, да, если ты не работаешь там, где это тебе интересно, если ты не работаешь, опять же, с медийной составляющей, если ты не работаешь активно в политическом поле, то получается то, что получается. И, скажем, у Грузии здесь тоже был вот такой проблемный момент. То есть я ставлю в стороне вперед Януковича. Можно вспомнить 2014 год, когда выборы выигрывает, и президентом становится Петр Порошенко, и Саакашвили перебирается в Украину, получает здесь гражданство. И вот как раз вот тот момент, он очень негативно сработал, опять же, да, на двухсторонние, этот фактор стал очень негативным для двухсторонних отношений, как мы помним. И фактически вот эти контакты привычные, они как-то вот стали, не то чтобы замораживаться, но они как-то стали не очень активными. То есть ни в Тбилиси никто не проявлял активность, не в Киеве, в направлении, опять же, Грузии. И более того, на определенном этапе, когда речь уже заходила, если ты помнишь, про подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и далее про получение без виза, то есть тут наоборот, тут вместо того, чтобы Киеву и Тбилиси работать, да, скажем, в унисон, тут наоборот уже пошел какой-то определенный разлад и конкуренция. И тогда, если я не ошибаюсь, Иракли Гарри Башюля тогда даже сказал, будучи примером, что Украина – это совсем другая история и другой кейс. То есть с нами не связаны, потому что, ну, в принципе, Грузия тогда была, скажем, чемпионом этих интеграционных процессов и раньше подписала и договор об ассоциации, и, скажем, да, и получила без виз. То есть вот это как пример того, каким образом можно, опять же, всю эту позитивную динамику, ну, не то что разрушить, а, скажем, ее немножко заморозить. Я очень, мне очень приятно видеть, что, скажем, оно с приходом Зеленского, оно немножко поменялось в другую сторону, несмотря на то, что, опять же, Саакашвили все еще, опять же, ну, он по сути присутствует каким-то образом в украинской политике, но он перестал быть раздражающим фактором. То есть его фактор отошел в сторону, это то, о чем я и ранее говорил. То есть мы должны строить свои взаимоотношения не на вот этих личностных факторах, а они должны иметь какую-то институциональную основу. Вот недавно побывала, да, в Киеве и президент Грузии Соломезу Рабишвили, и мне кажется, что мы сейчас вот именно на правильном пути, когда они и с Зеленским, собственно, обсуждали те, скажем, те моменты, те сферы сотрудничества, которые нам интересны, где мы могли бы быть друг другу полезны. То есть этот разговор шел и о европейской интеграции, разговор шел и о восстановлении территориальной целостности. Очень важная вещь, и хорошо, что они начали обсуждать, это кибербезопасность, ну, и, естественно, безопасность Черного моря. Я бы сюда, наверное, еще добавил, надо было бы, наверное, подумать в активизации борьбы с фейками, потому что и Грузия, и Украина, то есть, как бы, да, они находятся под очень большим влиянием, когда дело касается медийной составляющей, то есть и в Грузии, и в Украине, то есть фейки – это такая вот ежедневная такая, да, злободневная тема, и я думаю, что с этим тоже нужно работать. – Карен, огромное спасибо за вот то, что ты дал общий обзор такой по всем трем странам. Смотри, продолжая по Грузии тему, я вообще спросу, мы перейдем по отдельным кейсам, Грузия, Армения, Азербайджан, значит. Продолжая по Грузии тему, я скажу так, что с 2014 года, в общем-то, внутренняя политика Грузии стала продолжением внутренней политики Украины, и внутренняя политика Украины стала продолжением внутренней политики Грузии. Ну смотри, был, скажем так, бархатный период Миша-Петя, потом была конфронтация Миша-Петя, а ничего не изменилось в этих отношениях, то есть даже не в отношениях политики, я бы сказал Грузии, грузинского правительства к Украине не изменилось. И когда мы говорим о том, что я недавно слышал от нашего оппозиционного политика мысль о том, что, в общем-то, с Украиной общей тейсой делать не стоит, и самое интересное, почему, еще раз говорю, политик оппозиционный, я не буду называть, в силу того, что было закрыто, закрытый формат, и сейчас, скорее всего, не скажет этот политик, это открыто. Да, значит, а потому, что Грузию Россия еще отпустит, а вот Украину ни за что, перережет ему в себе вены, я говорю, так уже перерезало, в 2008 году перерезана была вена на левой руке, а в 2014 году вена на правой руке, поэтому тут, естественно. Но вот сейчас инициатива Соломы, то есть инициатива, что визит Соломы из Робишвили, готовится визит президента Зеленского в Батуми, причем, насколько я понимаю, он готовится в рамках даже конференции, планируется его участие в конференции по безопасности и по Черному морю. У меня такое чувство, что было принято решение о какой-то синхронизации, наконец-то. Как ты думаешь, это решение было принято внутри Тбилиси и Киева, или это им дружеские подсказания, что так надо делать? Я бы не исключал, что, скажем, да, возможно, это и так, и так. То есть, с одной стороны, решение принималось, возможно, и в Тбилиси, и в Киеве, потому что, опять же, да, пауза, которая была уже в отношениях между Тбилиси и Киевом, скажем, в активной ее фазе, она была уже такой неприлично долгой. То есть, еще вспомним визит Гахария в 2019 году, когда нам удалось уже прервать, наверное, разбить лед будем называть это и так далее. Я, конечно, не исключаю, что вполне возможно, это может быть какой-то, скажем, эта возможность еще обсуждалась в каком-то внешнем формате. Потому что, да, если взять события, которые, скажем, происходили совсем недавно, до визита Зурабишвили в Киев, то есть возьмем, опять же, да, и саммит НАТО, встречу Большой Семерки, опять же, встреча Байдена-Путин. То есть, ну, если, опять же, да, сопоставить вот эти события и какую-то, да, определенную активизацию, возможно, Соединенных Штатов на постсоветском пространстве, то вполне, мне кажется, вполне естественным, что тема, скажем, синхронизации совместного взаимодействия по ряду сфер, она вполне возможно могла обсуждаться и могла подаваться именно со стороны, там, условно, Запада или Соединенных Штатов. И тут, вот, кстати, вот, мне кажется, очень интересный кейс, когда и Соединенные Штаты, и Грузия, вот, совершенно недавно сыграли свою роль в вопросе передачи военнопленных из Азербайджана армянской стороне. То есть, вот здесь тоже, да, я думаю, что... То есть, США возвращаются? Мне сложно говорить, да, о роли Брюсселя. США будут, мне кажется, США будут возвращаться в той мере и там, где это возможно. Это, скажем, не будет, наверное, такого активного входа США в регион, как это было. Ну, если я могу, ну, скажем, активную такую фазу и тот период, когда начало нулевых, когда вот началась довольно активная военная помощь Грузии, и там, скажем, были достаточно активные консультации, но, опять же, военная помощь, финансовая помощь. То есть, мне сложно сейчас сравнивать вот с тем периодом, но вот, опять же, да, осторожно, то есть, там, где это возможно, мне кажется, что американцам, опять же, да, регион интересен, но им интересно это, скажем, не в отрыве, скажем, это не единичный кейс должен быть Грузии. Оно им интересно, то есть, опять же, не в отрыве от, допустим, Украины. То есть, здесь они будут работать на постсоветском пространстве, опять же, там, где это возможно, там, где они присутствуют, там, где им это интересно. Ты знаешь, вот я в этой связи, мне вспоминаю, если я не ошибаюсь, это была встреча в Киеве с бывшим послом в Украине Джоном Хербстом, и как раз вот задавались вопросы о Саакашвиле, как раз вот был, по-моему, 16-й год, Мишина такая активная деятельность здесь, и он сказал такую вещь. Миша, вот, говорит, да, всегда особо гордился тем, что, да, вот про Грузию говорят во всех кабинетах, про Грузию говорят во всех коридорах Вашингтона, он говорит, поверьте мне, во всех коридорах Вашингтона не любят много говорить о проблемах маленьких стран. То есть, чем гордился Миша, то, наверное, он как он... Ну, есть другая сторона медали, Карен, согласись, что есть другая сторона медали, когда не говорят, это совсем, когда вообще... Это совсем плохо, да, да, я согласен, и опять же... Ужасно вообще. Да, я согласен как раз с Чащалашвили, об этом вы вот в недавнем видео и говорили. Поэтому мне кажется, что здесь штатам больше интересно говорить и работать в более таком широком контексте, а не, скажем так, выборочно именно там, да, с Грузией или с Украиной. Вот интересный момент. Когда ты говоришь о регионе, о каком регионе идет речь? О Южном Кавказе или о Черном море? Потому что тут скорее... О Южном Кавказе, я имею в виду, да, регион. Но тут, по-моему, штатам гораздо интереснее Черное море, чем Южный Кавказ. Хотя без Южного Кавказа Черное море трудно себе представить, но вот черноморская безопасность, она как бы более актуальная тема сейчас для штатов, нежели Южный Кавказ. У меня такое впечатление складывается. По крайней мере. Ну что, мы подошли плавно, вернее, мы уже коснулись пару раз фактор Саакашвили. Фактор Саакашвили, нет, не в украинском обществе вообще там, где нет. Фактор Саакашвили в украинской элите. Насколько он влияет на отношение к Грузии? Там я понимаю, что по-разному к нему относятся, но тем не менее. Я думаю, сейчас, ну опять же, то, о чем я говорил, что наконец-то мы отходим от того, что в наших, опять же, да, грузино-украинских взаимоотношениях начинает преобладать все-таки институциональная составляющая, а не личностный фактор. Да, раньше он имел довольно серьезное влияние, и не только элиты, но и, скажем, украинское общество смотрело на события в Грузии, опять же, через призму, опять же, вот всех тех событий или кейсов, которые были связаны с Саакашвили. То есть раньше это было всегда вот без, там, по умолчанию, то есть, да, что все позитивное, что из Грузии, конечно, это Саакашвили, и тот факт, что он покинул Грузию, это очень плохо, и теперь там, то есть ты приезжаешь в Тбилиси, если, не дай бог, ты видишь, что где-то там, опять же, да, дырка в асфальте, это потому, что там нет Миши. То есть потому, что старая команда ушла, и теперь, да, теперь вот все плохо. Ну, со временем, да, то есть уже сколько лет прошло, вся эта ситуация, она немножко меняется, и, наверное, тот факт, что Саакашвили, ну, а, не удалось вернуться в большую грузинскую политику, и второе, тот факт, что ему здесь, наверное, не удалось стать таким, такой серьезной фигурой достаточно, с которой будут считаться, хотя он, да, пытался, но, опять же, да, тут вопрос не внедрится, неоднозначным к нему отношением. То есть если вспомнить попытку Зеленского провести Саакашвили в правительство, то даже президентская партия, то есть слуга народа, то есть президентская фракция, она не готова была поддержать это решение. То есть это уже о многом говорит, по-моему, вот как пример того, как относятся элиты к Саакашвили здесь. Кстати, эта попытка стоила отзыва посла. Да, это попытка, кстати, да, 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 совершенно верно. Ну да, то есть это вот о чем мы говорим, и я думаю, что в Киеве на определенном этапе поняли, что, наверное, все-таки оно того не стоит, и Грузия важна, да, Украина больше, Грузия меньше, но Грузия важна, и мы видим, что, опять же, да, если мы будем говорить о том, насколько важны наши институциональные связи, мы можем вспомнить, насколько нам всегда удавалось успешно взаимодействовать на международной арене по линии международных организаций. То есть всю эту динамику надо сохранять, и, наверное, вот фактор одного политика, наверное, оно не стоило приносить жертву, я думаю, что с обеих сторон это поняли, и, наконец-то, вот пошли друг другу навстречу. Вместе с тем Саакашвили для Украины был неким символом, был, наверное, в какой-то степени остается борьба с коррупцией, антикоррупционной составляющей и так далее. Это нанесло какой-то удар, ну, Порошенко это раз, Зеленский это два. Ну, сейчас Зеленский с Саакашвили-то не ссорились, в общем-то. Ну, в общем, он продолжает оставаться на той же позиции, на которой он был. Но вот как-то вот этот момент, он работал в Киеве. Ты знаешь, здесь все-таки, да, вот, скажем, давай назовем так, Саакашвили как такая вот икона борьбы с коррупцией. Вот этот ореол, он все еще остается. Люди все еще, конечно, особенно те, кто ездили в Грузию еще во времена Саакашвили, ну, общество продолжает все-таки его воспринимать позитивно, как эффективного борца с коррупцией. То есть здесь это есть, поэтому, ну, в принципе, к нему прислушиваются. Миша довольно популярен на телевидении, его довольно часто и с удовольствием приглашают все ведущие национальные телеканалы на различные ток-шоу. Ну, и тот факт, я думаю, что все-таки на данном этапе он себя нашел, и вот тот офис простых решений при президенте Украины, как раз, который он возглавляет, я думаю, что это не самый плохой вариант для бывшего президента с его бэкграундом на сегодняшний день. И да, то есть вот Саакашвили и борьба с коррупцией, то есть это еще вот тождественно, и люди вот это воспринимают здесь как один большой его плюс. Перейдем к Азербайджану. Азербайджан – это про бизнес, это про экономику, это про деньги. Ну, вот то, что я слышал от… Нет, не от коллег, коллеги – это ладно, от дипломатов. Очень часто я слышал то, что дипломатическая школа Азербайджана за эти 20 лет, ну, скажем так, 20 лет, огромный прогресс, ну, за счет того, что отправляли учиться за границу, в основном в Штаты, в Европу и так далее. То есть вот этот огромный прогресс дипломатической школы, то есть фактически Азербайджан начал выстраивать отношения с Украиной не как с бывшей Советской Республикой, а как страна со страной, институционально. Так я понимаю, вот это было ключом к успеху. Думаю, да, с одной стороны. С другой стороны, ключом к успеху, опять же, стало вот понимание азербайджанской дипломатии, вот тех, скажем, моментов и тех точек, где вот они могут, опять же, Киев и Баку могут пересекаться. И они очень здорово и правильно, опять же, ну, сыграли или сработали на этом. Действительно, им это удалось. Опять же, если раньше, да, все верно, раньше это было в основном про бизнес, раньше это было исключительно про экономику, потому что когда раньше говорили про Киев и Баку, окей, то есть это не совсем, это как бы страны с двумя разными ценностями. То есть если даже брать, опять же, режимы, то есть, ну, традиционно считалось, да, что в Баку режим, там, скажем, мягко говоря, он немного далек от демократии, вот, и поэтому, то есть, да, здесь это было в основном, опять же, про экономику, бизнес и энергоресурсы. А вот с недавних пор тут уже вот появились такие, да, общие темы, как территориальная целостность, опять же, да, и где им удалось найти общий язык, и, опять же, украинское общество это восприняло. И то, что я говорил, опять же, вот, там мощная медийная составляющая, и вот Азербайджану, по сути, удалось привлечь на свою сторону национальные СМИ. То есть здесь была очень серьезная работа с украинскими журналистами, для которых организовывались и поездки, и на линию фронта, то есть все это показывалось, рассказывалось. Если, допустим, ну, насколько я знаю, в Баку очень во время войны очень там фильтровалась информация, вплоть до ограничений социальных сетей, то для украинских журналистов, то есть не было никаких преград, то есть их привозили, им показывали, их, опять же, как я сказал, привозили на линию фронта. И, знаешь, было очень интересно вот про то, вот как находило отклик, да, когда один из национальных телеканалов в Киеве показывает, скажем, да, трофей, ну, скажем, трофей, который ему удалось там заполучить вооруженным силам Азербайджана, да, в результате боевых действий. И, в общем, все это показывается и говорится о том, что, окей, обратите внимание, это оружие российского производства, это вот потому что... Да, вот это тоже вообще... Да, но, Гела, никто же не говорит о том, сколько было закуплено вооружение за последние годы Азербайджаном на 5 миллиардов у Российской Федерации. То есть на это уже никто не обращает внимания. То есть, да, то есть ты понимаешь, да? Это есть дипломатия. Да, это и есть дипломатия. Да, да, по сути, да. И если мы говорим про Армению и отношения с Арменией, мы тут не можем обойти еще одну фигуру, ну, она уже полумифическая. Понятно, про кого идет речь идет, про Авакова. Николай Владимирович? Потому что, ну, нет, ну, я про Авакова в данном случае. А, окей. Мы про Украину говорим, а не про... Так, она уже полумифическая, скажем так, и, ну, как-то вот завязывалось, особенно в СМИ это часто говорилось, что, мол, вот чуть ли не армянское лобби в Украине возглавляет Авакова. Вообще, насколько это правда? Насколько это соответствует действительности? Ну, скажем так, это не совсем соответствует действительности. И все эти разговоры о могущественном армянском лобби, которое возглавляет Аваков, опять же, это не совсем так. Арсений Борисович, в первую очередь, украинский политик до мозга костей. А ранее он, опять же, да, до того, как он пришел в большую политику, он был все-таки большим украинским, ну, харьковским потом, да, в национальных масштабах бизнесменом. Но, при всем при этом, он, опять же, да, не скрывает своего армянского этнического бэкграунда. То есть, ну, это выражается... Что скрывать-то? Да, ну, опять же, да, есть люди, просто, ну, смотри, какая штука, да, есть люди, да, с армянской фамилией просто, да, и все. Но вот Арсений Борисович, он эти моменты, да, он подчеркивает. То есть, опять же, да, когда там дело касается годовщины геноцида, там или так далее, или каких-то важных для, скажем, армянства дат, то есть, он об этом может написать спокойно там у себя на странице в Фейсбуке. Но говорить о том, что он возглавляет там могущественное армянское лобби, это не совсем соответствует действительности. Хорошо, но тогда, насколько Аваков канал общения Украины с Арменией, не с армянством, с Арменией, как со страной? Я не вижу никаких, опять же, попыток Авакова, или у меня, в принципе, даже нет информации о том, чтобы Аваков каким-то образом взаимодействовал по каким-то открытым каналам и налаживал эти взаимоотношения. Ну, единственное, что он высказался, насколько я понимаю, в свое время он высказывался против каких-то инициатив Верховной Рады, когда там они говорили о помощи оружием Азербайджану и так далее. Если я не ошибаюсь, тогда он осторожно очень высказался, что он против, и все. А в принципе, ну, Аваков известен тем, что он достаточно системный политик и украинский политик, в первую очередь, и я думаю, все его действия именно направлены на, опять же, на благо своей страны, то есть министром, которым он является. Да, и более того, у него были достаточно неплохие контакты с президентом Турции Эрдоганом. То есть, в свое время, когда зашел разговор о приобретении в Турции Байрактаров, Аваков был одним из ключевых переговорщиков по этой теме, потому что как раз там шел разговор о приобретении для Национальной Гвардии, ну, это по линии МВД. То есть, здесь у него тоже, кстати, были довольно-таки неплохие контакты именно с Ангкорой. Ну, с Турцией там понятно. То есть, я же в данном случае не говорил больше про Армению. Насколько этот канал существует? Ну, и, конечно же, фигура Пашиняна, человека, который пришел революционным путем. И, в общем-то, да, в Украине сейчас вот эта власть, она как бы не революционная, но она постреволюционная, так или иначе. И Украина вообще в воплощении революционного духа. Раньше больше Грузия была, но последняя революция за Украиной. Поэтому, как бы, ну, долгое время шли разговоры, ну, опять-таки, эмоциональные разговоры по поводу того, там вообще шли разговоры о том, что вот сейчас Армения окажется на Западе, и Украина и так далее. Эти разговоры ни к чему, в общем-то, как мы видим, не были. А вообще были попытки какие-то вот системно выстроить отношения после прихода Пашиняна? Вот, к сожалению, этих системных попыток мы так и не увидели. Но, несмотря на то, что и в СМИ, и, скажем, ну, среди представителей гражданского общества, с кем мне приходилось общаться, и здесь, и в Ереване, вот было такое ожидание, что вот и Владимир Зеленский, и Никол Пашинян, это политики такой вот молодой формации, то есть новой формации, они вот почти ровесники, и здесь вот, опять же, да, было ожидание, что удастся, наконец, им вот на каком-то личностном уровне наладить, опять же, да, то есть благодаря этому наладить какие-то взаимоотношения, каким-то образом их активизировать. И, кстати, я помню, если я не ошибаюсь, это был второй тур выборов в Украине, когда там армянский журналист прорвался к Зеленскому и напомнил о том, что очень давно уже ни один украинский президент не посещал Армению, вот, последним, по-моему, был Кучма в конце 90-х, если я не ошибаюсь, да, и Зеленский тогда сказал, а вот я приеду, я приеду, да, вот я, и он как раз сказал, тогда упомянул Никола Пашиняна, что он, и он как раз сказал, что, я думаю, мы найдем общий язык, но, видимо, повестки, они были настолько разными, плюс, я думаю, что фактор Москвы здесь все-таки сыграл свою определенную роль. Я поэтому даже не видел, вот, ни при Порошенко, ни с приходом Зеленского, ни после того, как, опять же, да, в Армении пришла к власти команда Пашиняна, я не видел никакого там обоюдного интереса к сближению, никакой совместной повестки, никаких попыток, опять же, да, выстраивать взаимоотношения. То есть мы не видели каких-то, да, серьезных рабочих визитов на уровне, там, ключевых, там, представителей правительства, вот, и, к сожалению, да, вышло так, как оно вышло, и вот, опять же, да, если вспоминаю о том, почему у Азербайджана в Украине получилось, а у Армении нет, ну, наверное, поэтому, собственно, и не получилось, потому что здесь, в Киеве и в Ереване, они просто не увидели для себя каких-то возможностей или точек соприкосновения. К сожалению, опять же, да, вспоминая о том, как работают посольства, да, ну, посольство Армении, оно здесь практически незаметно. Вот это вот тот самый момент про профессионализм, при всем уважении, про профессионализм работы вообще дипломатической школы дипломатов, там, может быть, посол замечательный человек, может быть, могут быть дипломаты замечательные, но если нет общей выстроенной политики, им очень сложно, невозможно что-либо изменить. Нет, сложно, просто да, они, ну, к сожалению, опять же, пришли к тому моменту, когда и с той, и с той стороны просто, наверное, подумали, о чем разговаривать, да, и в итоге, ну, единственные контакты, которые были более-менее заметны, окей, эти контакты были по линии восточного партнерства, тут можно сказать, что довольно активно сотрудничают уже, ну, это довольно идет, это сотрудничество уже по накатанным представителям, там, неправительственного сектора, организации гражданского общества, то есть здесь, да, здесь это работает, есть очень много совместных программ, очень много, опять же, совместных проектов в разных сферах, там, начиная от прав человека, заканчивая поддержкой средств массовой информации, то есть здесь я это вижу, оно работает, но, к сожалению, на уровне элит, на уровне, опять же, да, руководств двух стран, здесь мы видим, ну, назовем вещи своими именами, полный провал, и я думаю, что единственным, то есть единственным вариантом на сегодняшний день я вижу какие-то региональные форматы, где и Армения, и Украина смогут каким-то образом уже соприкасаться, совместно работать, то есть здесь уже с вовлечением, пускай, да, Грузии, может, какой-то, опять же, да, Черноморский регион, плюс там с привлечением Армении и так далее. Нет, ну, Армения и Азербайджан входят в Черноморский регион, кстати, но Черноморский регион, это не обязательно берега. Не обязательно, да, 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 ну, и опять же, если мы вспомним Бисек, то есть Бисек, где Армения была тоже всегда вместе с Азербайджаном, то есть я вижу, перспективу я вижу пока только на уровне этих платформ. Что касается двусторонних отношений, пока сложно. В Киеве тоже очень достаточно прагматично смотрят на эти вещи. В Ереване привыкли, что всегда приходят к ним и что-то предлагают. Всегда привычно говорить, что мы старая древняя нация на Южном Кавказе. Но мир изменился, все работает немножко по-другому. К сожалению, не получается у Еревана показать, о чем они могли бы быть интересны внешнему миру, в частности, в данном случае по линии Ереван-Киев. По поводу региональных форматов и по поводу участия Украины, я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что Украина настолько большая страна, что она вполне могла бы претендовать на роль региональной державы, тем более, что она находится на берегу Черного моря и входит в этот черноморский регион и так далее. Насколько Украина сама готова участвовать как определенный фактор, если не силы, но просто как определенный фактор, скажу так, в региональных, например, четырехсторонних форматах или форматах стран Черного моря, где включены и Армения, и Азербайджан. Насколько украинская политическая элита вообще видит себя в качестве региональной силы определенной? Ну, региональная тематика и региональные форматы и ведущая роль в них Украины, она постоянно, я бы сказал, поднимается на различных уровнях, на различных круглых столах, политических форматах. И мы уже давно слышим про интермариум, то есть от Балтии до Черного моря, где будет активное участие стран Балтии, Польши, Украины, ну и далее. Ну, это вообще, тут уже вообще про военно-политический союз речь идет уже. Я же говорю... Ну, все, дело просто все носятся давно с этой идеей, но конкретики пока никакой нет. То есть Украина большая, да, то есть если исходить из ее, опять же, размеров, то было бы, мне казалось бы, логичным тоже, чтобы Киев здесь взял какую-то определенную, возможно, лидирующую роль. И для того, чтобы, ну, окей, если мы не говорим, скажем, о странах, там, опять же, соседях Евросоюза, но, скажем, он мог бы стать какой-то точкой притяжения именно для вот постсоветских партнеров, там, ну, включая Грузию. И я довольно часто слышу, когда я там бываю в Тбилиси, в Ереване, то есть на самом деле, ну, среди моих знакомых, там, среди них есть, опять же, да, и люди из бизнеса, им, скажем, было бы очень интересно. Они часто спрашивают о том, вот, какие возможности есть в Украине, потому что они, скажем, да, вот, говоря о моих вот друзьях в Ереване, они видят Киев как альтернативу, то есть они видят Украину как альтернативу России. Мне кажется, что на сегодняшний день Украина пока еще не готова взять на себя вот этот Груз региональных инициатив и играть в них какую-то ключевую роль, ввиду, ну, наверное, отсутствия возможностей и ресурсов. Здесь, наверное, все-таки нужно больше разобраться пока со своими внутренними проблемами. Это и война на Востоке, это и коррупция, это и реформы судебной системы в первую очередь. Вот когда вот здесь удастся достичь определенных успехов, как в свое время это было еще в Грузии, вот только в этом случае я думаю, что Украине удастся стать определенным уже вот таким местом притяжения для постсоветских соседей. А на данный момент пока об этом говорить сложно, но я думаю, что в случае, опять же, успеха реформ, в случае того, если и дальше, то есть все пойдет в позитивном ключе, только тогда мы сможем уже говорить о больших региональных инициативах. Ну, и, опять же, не нужно забыть, главное, опять же, находить вот эти точки соприкосновения, главное продолжать вот эту совместную работу и не останавливаться и не забывать о том позитивном, чего нам удалось достичь за последние годы. Ну, я единственное, что могу сказать на это, что я считаю, я всегда говорю всем моим украинским друзьям, всем, в том числе и тебе сейчас, что действовать амбициозной задачей и цели по всем направлениям невозможно добиться их нигде. И вот я думаю, что амбиции Украины в плане региональной политики, они должны быть, а ресурсы, ресурсы найдутся. Ресурсы найдутся, важна правильно поставленная цель. Огромное спасибо за очень интересную беседу, я думаю, что мы к ней еще обязательно вернемся. Дорогие друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok